Привет всем! Вы на канале «Жизнь в Америке» с Анной Онико-Джуда. И сегодня мы поговорим о спорте, здоровом образе жизни и о волейболе. Калифорния – территория вечного лета. Развлечений в LA огромное множество. Например, в выходные дни калифорнийцы целыми семьями могут отправиться на велосипедные прогулки вдоль океана или насладиться свежим воздухом, гуляя по знаменитой набережной Венес-Бич. Просто гуляющих по улицам района тут вряд ли встретишь. Это может вызвать подозрения у жителей, и они могут позвонить полицию, рассказывая, что в их районе появилась незнакомая личность. Поэтому американцы стараются не выглядеть подозрительно. Ну, разве что можно выгуливать собак. Это вполне нормально. Американскому стилю жизни пытаются подражать многие. Их увлечения спортом весьма разнообразны. Самый массовый вид развлечений – это отдых на природе. У них практически в каждом городке есть парк с детскими аттракционами, уличными тренажерами, дорожками для пеших прогулок и специально отведенными местами с мангалами и беседками для пикников. В целом, американцы – спортивный народ. Любовь к спорту они стараются привить и своим детям. Каждый ребенок может выбрать для себя любой вид спорта. Большей частью американцы желают отдыхать активно. Многие отправляются на пляж, где занимаются сэрфингом и пляжным волейбом. Они подходят к отдыху серьезно. Планы на предстоящий уикенд почти все строят заранее. Отпуски у них короткие – 10-12 дней. Долгие перерывы в работе их беспокоят, так как в конце каждого месяца всегда приходят счета за страховку, жилье и оплату карточек. Сегодня мы поговорим немного с парнями, для которых спорт, а именно волейбол, стал самым любимым видом отдыха. Что бы ты хотел пожелать молодому поколению? Ты же спортсмен. Важен спорт в жизни? Что он тебе дал? Ну, если копать глубоко, то профессиональный спорт, наверное, это спорное, потому что очень много проблем возникает со здоровьем после того, как ребята заканчивают профессиональный спорт. А поддерживать спортивную форму и заниматься физкультурой, йогой – это просто замечательно. Тем более в Калифорнии, в месте, где круглый год можно заниматься спортом на улице, возле океана – это просто рай. Жалко упускать такую возможность. Я очень счастлив, что я живу здесь. Спасибо. Физкульт, привет. 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 А что дает тебе игра в волейбол? Игра в волейбол дает хорошее настроение, заряд бодрости, встреча с друзьями, заставляет растягиваться, двигаться, жить. Я знаю, что вы играете еще и на океане. Наверное, это совершенно разная нагрузка. Да, на песке сложнее двигаться. Там более жесткие правила. Здесь, как бы, мы просили, но мы делаем так, чтобы было в удовольствие. Здорово, вы молодцы. А как насчет, я понимаю, это командный вид спорта. Вы всегда находите общий язык в команде? Это легко? День на день не приходится, но стараемся понимать, что мы собираемся не в турнире, а просто, чтобы получить удовольствие. Я знаю, что я профессионал. Скажи, отличается, чем ты играл в баскетбол и в волейбол? И что ты чувствуешь? Такие же ощущения, когда ты играешь в баскетбол, или они другие здесь в волейболе? Это другие ощущения? Ну, сравнивать, это, конечно, любительское препровождение, время препровождения. Как бы сравнивать невозможно. Здесь собираются ребята, которые просто хотят провести время, которые уже на протяжении долгих лет играют в волейбол, поэтому как бы все играют гораздо лучше, чем мы начинали. И раньше, когда я закончил свою баскетбольную карьеру и приехал в Лос-Анджелес, я играл во взрослых баскетбольных лигах, мы занимали первые места, и на волейбол я приходил. Для меня это было вообще... Я не считал это нагрузкой. Но уже годы берут свое, и поэтому сейчас для нас волейбол это время препровождения, снять негативную энергию и все-таки немного нагрузиться. Сейчас уже чувствуется нагрузка, и иногда даже, чтобы играть на выходные, приходится в течение недели делать какие-то упражнения, чтобы оставаться в слове. То есть это, в принципе, стимулирует. Хороший стимулятор. А вы дружите, кроме того, что играете в волейбол? Кто по мере возможности, кто может, кто рядом живет, в каждом своя жизнь. А детей приобщайте к спорту? Как с этим? Ну, обычно, да, каждый своих детей куда-то отводит. Ты куда отвел? Мой ходит на токвон-дом. О! Его нужно научить вначале, он у нас шустрый такой, его нужно научить, чтобы он дисциплину свою поднял, потому что дисциплина у него хромает, дай боже, как. Спорт, да как раз, мне кажется, правильный метод. Это хорошо. Какую-то стамину в нем, я не знаю, разобьет, но пока это тяжело, пока он слишком маленький для этого. Сколько? Ну, 6 почти. О! Пока! Спасибо! С Борей никто уже тянет, поэтому мы его берем к себе. Это тактический ход? Да, ну как, нет, чтобы все поиграли сегодня там, или завтра, или послезавтра, Борю надо забрать. Все нормально, тихо, спокойно. У каждого свои? Интересно было, даже 4 девочки было, девочки хросс на крыс бились, а ребята посидели. На стольный теннис? Да, на стольный теннис. Это так было красиво смотрелось, они в шестером одновременно разминались. И вот эти вот шарики летали туда-сюда, и практически не попадали друг к другу. Очень интересно было смотреть. То есть видно, когда люди профессионалы, и все это набито у них, очень интересно. Интереснее смотреть, или участвовать в спорте. Стольный теннис, мне кажется, смотреть интересно. Ну, играть, играть, да, удовольствие тоже получаем, но на тот момент было интересно смотреть, особенно когда профессионалы играют, всегда интересно смотреть. Леша, Олег сказал, что ты привел его в волейбол. Да. Как ты сюда попал, расскажи. Это все началось давно, на другой стороне Света. Ты профессионально играл? Профессионально, пока я не понял, что я не вырасту. А что, ты считаешь, в волейболе все-таки важен рост? Таки да. Таки важен. Таки да? Таки важен рост, прыжок. Вот. Чего у меня не было. Я перешел на тренерскую работу, и вот подвернулся подопытный. Где подопытный? Подопытный? Покажите подопытный. А вот давайте вы сюда станьте, этот цвет лучше. Вот сюда вот так. Станьте вы так. Леша, Леша, Леша меня привел на волейбол, поэтому низкие поклоны, благодарность. Он мне открыл дверь в эту великолепную игру. Скажи, что для тебя борьба? Это адреналин? Почему ты здесь? Адреналин, это контроль, это поддерживание формы. И разряжаюсь, вывожу из себя негативную энергию. Вот. И вот на них я как раз. Тренер это очень почетный статус на роли и очень важная в команде. Если ты можешь возвести своих подчиненных, подопечных до уровня, которые выше тебя, это значит хороший тренер. Вот. Чтобы было не очень сложно, в принципе. Вот. Спасибо. Вопрос. Скажите, вот как формируется вся команда? Вы все друг друга знали? Все профессионально как-то играли? Или это просто вы друзья? Почему вы здесь? нет все друзья и стараемся по силам разбивать пожалуй. Чтобы не было обидно. Но чтобы одна сильнее, а... Поэтому и называется по силам. Мы всегда говорим вам по-честному или по-ровому. Понятно. Получается. Поэтому у нас очень мирные и дружелюбные игры всегда. Почти без мордобода. Вот вольбол это же интеллектуальная игра. Почти как шахматы, правильно? То есть какая-то стратегия. Кто у вас стратег? Ухи-ухи. Он на телефоне он сейчас придет присоединиться. Просит, чтобы записали все ходы. Можно знать кто откуда приехал? То есть Украина, Москва. Одесса. Минск. Ташкент. Киев. Минск, Киев. Москва. Вау, супер. А вон твоего соседа Боря! Виня отцвенит! Почему ты там? Иди сюда! Боря, расскажи нам, почему ты играешь в вольбол. А как раз просто и занимался. Ну подожди. Мне больше всего нравится эта игра, поэтому она от любви к игре. Помогает? Ты за здоровый образ жизни? За здоровый образ жизни. Это действительно единственное, что на данный момент я могу делать, чтобы меня поддерживал в форме. Хоть чуть-чуть. Супер. А, вы еще не закончили? Еще не. А, хорошо, я тогда буду с удовольствием смотреть и увидимся. Скажите, вот, ребята, что может вас заставить утром проснуться, в воскресенье прийти играть в волейбол? Вот какая... Красиво, где узкие. А где они? А, потом, смысл, что в фигуре. Ты спросила вопрос, я ответил все. А, поняла, спасибо. Я в волейбол же, конечно. Хорошо. Кумгам детей. Дома, да? Дома. Вы давно занимаетесь волейболом? Лет 10. Лет 10. То есть до того, как сюда приехали? Да. До среды, да, значит? Да. А как вы вообще все познакомились? Почему стали заниматься? Я пришел. Играть-то? Я пришел в Глендейле, в школу Хуярд. И там познакомился с Вадимом. Угайся. А где Вадим? Вон, Вадим. И с Милей познакомился. Вот, Миля, вот, Вадим. Оп-па. Мы играем уже почти 30 лет. Вау. От любви к волейболу. От любви к волейболу. Да. Кто первый начал эту традицию? Мы с Вадиком начали еще в Эст-Холливуд играть. Вадик? Вадик. Где Вадик? Вадик. Вы самые скромные. Кромняш. Как оно и есть. Вы такие все спортивные. Вы, наверное, чем-то занимались до этого. Или волейбол ваше призвание? Это наше хобби. Каждый час занимался. Мы все любим спорт. Привет, мы выбрались на природу. Тут можно и без масок. Там, где без муна. Мы выбрались на озеро Лейк Болбоа. Уточек так много. Всегда понталяется. Очень много народу сегодня. Вообще. Можно здесь взять катамараны. О, это лебедь. Что там? Тут и лебеди, и утки, и рыба. На любой вкус энтертейнмент. Идем-пройдемся. Парк – это идеальное место для спокойного отдыха. Озеро, дикие гуси, утки и лебеди усиливают романтическое настроение. Поэтому многие стремятся насладиться природой, не уезжая из города. Здесь большое разнообразие водных развлечений. Таких как катание на катамаранах, спортивная рыбалка и пешеходные маршруты. Лотки с едой и хот-догами – это обычное явление в Америке. Самый распространенный тип уличной еды. Здесь жарят на гриле все. За пару баксов вы можете приобрести и питу с рубленным мясом, и курицу на подушке из риса и знаменитые хот-доги. Дозировка, суки и холодный чай летом особенно хороши. Лотки с едой и фруктами есть на каждой тропинке. Помимо уличных лотков с едой, есть десятки фургонок, и каждый предлагает что-то особенное. Мороженое – именно эта сладость больше всего интересует детей по всему миру. И это неудивительно. За мороженый йогурт – самое любимое лакомство и детей и взрослых. Я встретила в парке тренера по гандболу, и он рассказал мне, что некоторые университеты Калифорнии даже предлагают стипендию на бесплатное обучение талантливым спортсменам. Я считаю, что 8 лет назад. Найсо. Я не буду играть с этим лакомством. Я просто не буду играть с этим лакомством, потому что мой парень всегда пытается играть с ним, поэтому я просто не буду видеть как он делает. Найсо. Да. И ты его тренируешь? Я тренирую, да. Я его тренирую, да. Я его тренирую, да. Он получил университет с гандболом? Знаешь, что ли? Там только определенные школы, которые делают это. Баскетбол – один из самых любимых видов спорта в Америке. Вечера в Калифорнии теплые и парни решили добавить в свой спортивный график еще один тренировочный день. Нет, скорее вечер. Эдакая ночная лига. Освещение отличное, погода тоже, никуда уже спешить не надо. Просто насладимся игрой ребят. Скоро лето. Если вы намерены посетить Лос-Анджелес, то постарайтесь пару теплых вечеров провести в парках, сходить на океан и полюбоваться калифорнийскими закатами, насладиться уличной едой и поболеть за любимую команду волейболистов или баскетболистов. Вот тогда вы и сможете своими глазами это все увидеть и прожить пару дней в ритме обычных американцев. Добро пожаловать в Лос-Анджелес! С вами была Анна Оника-Джуда. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и мы еще не раз поговорим с вами о жизни в Америке. Пока-пока!